Хэс, Америка разваливается, нам всем крышка Не, ребят, всё нормально, Америка не разваливается Не слушайте всякие Вот эти вот непонятные источники Информации, где вам рассказывают, что Ну всё, ну всё, поезда Америка Всё, рухну, короче говоря Сейчас посмотрим Чё и как Если, конечно, кто-то следит за новостями В Техасе, смотри, что там Статус военный Ой, ребята, ну вообще Ну вообще не шарите за политику, ребята Тьфу, блядь Статус военный Батя твой военный, блядь А чё с Техасом? Да там ничего нового Там всё как обычно, как и Ну не всегда, конечно, но как вот, не знаю Последние там два года Напряжённая ситуация на границе Блядь, господи Что в Техасе? Иммиграционный кризис? Да это вообще не в Техасе, это в целом в Америке Вот, и есть, ну как бы Люди недовольны тому, что происходит на границе Вот С иммиграцией, с иммигрантами Нелегальными Которые прутся через эту границу, соответственно Рвутся в свободную Америку Хотят, соответственно Вкусить этой Свободной Прекрасной Американской жизни Но они все довольны этим Потому что иммигранты, так называемые Которые сюда попадают нелегально через мексиканскую Границу Это, скажем так Как вам так объяснить-то, блядь? Ну то есть от этого страдает Америка И в том числе обычные граждане Этой Америки Кто платит налоги, например, да? То есть Сколько в Нью-Йорк, например, за последний год Привезли этих Иммигрантов Нелегальных Сюда Это просто пиздец Поэтому проблема-то есть, конечно Но это уж точно не какая-то там Гражданская война, блядь О, все, пиздец Сейчас начнется Не начнется Не мечтайте Даже не мечтайте, че? Вроде Техас при входе в США Сразу сказал, что при желании Выйдет из состава США Не, ребят Это не так работает Нельзя просто взять и такой Ну ладно, мы пойдем Все, давайте там США, пока Мы выходим Не получится Это очень сложный, долгий процесс Который требует Различных Скажем так Действий Вот То есть, как минимум На это Должны дать добро Как минимум 38 штатов По-моему 38 штатов Должны дать свое согласие На то, чтобы, соответственно Техас Вышел там Куда-то из состава Стал независимым Потом После того, как 38 штатов Дадут свое одобрение Это одобрение Должны Должны одобрить Еще там Что кто-то Что-то Да То есть, какая-то структура Американская Там, блядь Конгресс И так далее Потом Еще Потом Это, короче Куча процессов И, поверьте До финала Это не дойдет А как же право коренных народов На самоопределение Ну, это же не должно работать так Что они захотели И вот, пожалуйста Ну, вы понимаете, что тогда начнется Самоопределение коренных народов Блядь Ну, тогда получается И Донбасс тоже Как там Да вставай, Донбасс А теперь вставай Техас Нахуй Тьфу, не Ну, что вы, блядь Рассказывайте здесь Никто никуда не встанет Нахуй Всем сидеть Сказал Не надо раскачивать лодку Не надо раскачивать Техас Вот еще новость Техас Прибыла нацгвардии Из других штатов Для защиты границ Ну, если там на границе И правда Ситуация сложная То почему нет-то Ну, они же Приехали защищать границу Они же не приехали Блядь В какой-то Техасский город В Хьюстон, блядь Уничтожать население Нет Они защищают границы, блядь От нелегальной иммиграции Потому что там реально пиздец Там, ну, реально есть проблема Там люди Я не знаю Через забор лезут толпами Это не нормально? Ну, я не знаю просто Ну, как мне кажется Один из генералов Нацгвардии Техаса Объявил о марше Справедливости На Вашингтон Нас 25 тысяч И мы идем разбираться Заявил Юджин Пригоживал Хе-хе А знаете, кого еще 25 тысяч? Нелегальных иммигрантов На границе Техаса 25 тысяч И они реально Идут на Вашингтон, блядь В прямом нахуй смысле Берут и идут, блядь На Вашингтон На Нью-Йорк идут На Лос-Анджелес идут Чтоб сидеть, блядь На пособиях Жрать пищу бесплатно Да, да Высасывать энергию американскую Блядь Жизнь из Америки высасывать Идут, идут Вот это да Да Я Не, ребят Я на пособиях не живу Я даже не использую бесплатную Страховку На которую я имею право Но я ее не использую Мне ее предлагали несколько раз Не надо Я самодостаточный мужчина Блядь Я ее не возьму Хотя могу Нет Спокойно вообще Прямо сейчас ее могу получить Но я ее не получаю Потому что мне стыдно, блядь Да ладно, давайте смотрим Читаем Обсуждаем Что там за заварушка в США На границе с Мексикой По порядку В понедельник Верховный суд США Это высшая инстанция И отдельная ветвь власти Признал незаконной Установленную в Техасе Колючую проволоку На границе с Мексикой Таким образом Предоставив полномочия Пограничному патрулю США На ее демонтаж Решение суда Стало политической победой Байден Губернатор Техаса Республиканец Грег Эббот Отказался Исполнять решение суда И начал установку Колючей проволоки Вдоль 48-километровой зоны Он назвал это вторжением И сослался на Конституционное право Техаса На самооборону С юридической точки зрения Это нонсенс Говорят юристы Вторжением Сослался на Конституционное право Техаса На самооборону Естественно Трамписты И другие республиканцы Сейчас в угаре Трамп назвал это Массивным вторжением Миллионов Нелегальных мигрантов Они сейчас призывают Не отдавать границу И кричат Спасить Техас От мигрантов Сука Кто бы им показал Что такое настоящее вторжение Блядь Автор кто Нахуй этого поста Ааа Быть или Ну вообще Есть проблема Так-то в Америке Блядь С миграцией нелегальной Алё дядя Ты чё Я чё-то читаю Думаю Какая-то странная реакция Но Он как будто бы Вообще отрицает Полностью проблему Ну я про Быть или Как будто бы Это ок Что по Несколько тысяч Около 10 тысяч Нелегальных Мигрантов В день Блядь Через Мексику Бегут Типа Это ок Да 10 тысяч 2 миллиона За год По-моему Чебанутые Блядь Ну это по-моему Как-никак А всё-таки Наверное Ну Ну это Ну не ок Ну реально Даже Нью-Йорк Штат Не справляется С количеством Мигрантов Которые из Техаса Едут сюда Не хватает бюджета Бабла Нет Всё Пизда Сам этот Мэр Нью-Йорка Признал Что он не справился Куча мигрантов Тут блядь Недавно была ситуация В Нью-Йорке Мигрантам Школу Отдали Чтоб они жили Блядь в школе Оттуда школьников Нахуй выгнали И заселили туда Мигрантов Которые с Техаса приехали То есть нет мест Просто нет мест Для них В итоге были вынуждены Послать нахуй Школьников И запустить туда Десятки Там тысячи Блядь Мигрантов В школу Засунули Они там Два дня Блядь Посидели Американцы Не стерпели Вышли Бунт устраивать Перед школой Митинг В итоге Мигрантов В школу выгнали Всё-таки Сейчас они В некоторых Соответственно Местах Нью-Йорка На улицах Там буквально Толпами спят Потому что Не хватает мест В убежищах Вот этих вот Шелтеры Так называемые Где соответственно Эти мигранты Находятся Нет мест Они вот так В очереди Устраиваются И спят На улице В минус 15 Поэтому Ну быть или Шо ты нахуй Рассказываешь Это реальная Проблема Блядь И она с каждым Днём ухудшается Потому что Каждый день По несколько тысяч Таких Приезжает сюда Ну как Приезжает Блядь Через дырку Нахуй лезут Вот И с каждым Разом Всё хуже И хуже И хуже И хуже И ну Если против этого Ничего не делать То вообще Тогда пиздец будет Тогда и правда Недалеко И до какой-нибудь Гражданской войны Там не знаю Мигранты Взбунтуются Блядь Пойдут там Крушить И всё Шо блядь Нам недостаточно Ооо что в Европе Иногда происходит В той же Франции Когда там реально Мятеж блядь Устраивают И тут Эти Витрины разбивают Короче говоря Мигранты блядь Бегают Чё-то там Бунтуют Кого хера вообще Поэтому Ну это Такое себе Здесь очень важно Пояснить Что никакого всплеска Наплыва мигрантов В эти дни Не было Так а при чём Тут всплеск Он стабильно хуёвый Поток мигрантов Стабильно хуёвый Тут дело не в всплеске Блядь А в том что Какие последствия Могут быть в будущем Они уже есть А что дальше Действия губернатора Эббота Не были спровоцированы Какой-то реальной угрозой Ну я не знаю Типа блядь Быть Или так Пишет Как будто он Я не знаю В Америке находится Живёт здесь И знает Типа ситуацию А действия губернатора Эббота не были Спровоцированы Какой-то реальной угрозой Это исключительно Ответная реакция На постановление Верховного суда Эббот также заявил Что колючая проволока Установлена на частной собственности А правду с обороной Спасибо вам большое Да По факту США Надо не делать стену выше Проводить нормальную политику В отношении мигрантов Просто если чел Не сдал английский На А2 И не устроился на работу Ты высылать Нахуй Ну всё пызда Значит меня вышлет Хе-хе Ну по поводу языка В Америке нет Как такового Официального языка Типа что ты обязан Знать английский Или ещё какой-то язык Вот По поводу работы Тут согласен Если сюда припёрся Ты хоть что-то делай Но многие Кто сюда приезжает Из нелегалов Они не хотят То есть их цель Ну сюда приехать И просто Пердеть Поэтому они выбирают Америку Потому что Америка Даёт им возможность Сидеть передеть Так-то без знания языка Тоже можно работать Господи Много Работает в том числе Так устройся Так я и так работаю У меня есть Моя деятельность То чем я и так занимаюсь Хентуха Спасибо большое За 10 подарочных подписок Ты работаешь Да ебало нахуй Тупорыло Я работаю блять Я понимаю Что ты воспитан видимо Какими-то советскими Блять понятиями Да Для тебя работа Это исключительно Только завод И всё И не более Блять Надо на завод ебашить Чисто СССР Ибать сидит Блять Пиздюк Которого воспитала Не знаю кто Блять Бабушка или дедушка Нахуй По каким-то советским Понятиям Блять Работа Это завод Ну пиздуй на завод Что ты сидишь в чате То нахуй Зачем ты смотришь Какие-то развлечения Налоги платишь Ну естественно плачу Блять Нет нахуй Скрывайся от налогов Естественно плачу Мне Твич недавно Присылал два письма Точнее не Твич А Амазон Твич это же Амазон И каждый год В начале года Твич Присылает Письма Два письма С которыми тебе надо Идти К бухгалтеру И платить налоги Ты не можешь Это не сделать Потому что Твич Тебе присылает Два письма Эти же два письма Он отсылает уже В налоговую Все То есть считайте Я уже оплатил налоги Мне надо просто прийти И все это подтвердить И соответственно Чтоб меня списали бабки Поэтому Да плачу Естественно блять Я и не могу Этого не делать А платят ли те Кто сюда нелегально приезжает Дальше Че у нас тут еще Действия Эббота Поддержали 26 Из 27 губернаторов Республиканцев За исключением Фила Скотта какого-то Всякие радикалы Призывают губернатора Эббота Провозгласить Независимость Техаса От США В решении суда Похоже действительно Есть дыра Которые начали Эксплуатировать Республиканцы Оно дает полномочию Убрать установленную Колючую проволоку Но никак не мешает Устанавливать новую Под шумок Спикер Джонсон Еще раз заявил Что ни в каком виде Не примет сделку Между республиканцами Демократами По иммиграционной реформе И в очередной раз Ультимативно Потребовал Возведение стены А в чем проблема Иммиграционной реформы Почему ее нельзя принять Нахуя стена Иммиграционная реформа Типа не поможет Или что я не понял Также они Наряду с другими Трампистами Собираются устроить Импичмент Министру внутренней безопасности Алехандру Какому-то там Че Который отвечает В том числе За безопасность На границе Демократы требуют От Байдена Более решительных действий Тем более что На их стороне Верховный суд Согласно конституции Байден может передать Подразделение Национальной гвардией Штата Под федеральный контроль Из-под контроля Губернатора Ой бля То есть Начать СВО Против Техаса Да Но для этого Нужно вести режим Чрезвычайного положения А ну да В свою очередь Для Байдена Это политическая проблема Демократы Не признают Серьезной ситуации С мигрантами А ведь Как они могут Не признавать этого Блять Что за бред А ведение Чрезвычайного положения Это де-факто Признание такой ситуации Не факт Что Байден На это пойдет Сейчас подразделение Национальной гвардии Штата Под контролем Губернатора И может по его приказу Возводить колючую проволоку Пиздец Блять У них конфликт Из-за проволоки То есть Вы осознаете Да Америка Может рухнуть Из-за проволоки Блять Из-за колючей проволоки Может рухнуть Вот представьте Это вот Какая хуйня Войдет в историю Америка Рухнула Из-за колючей проволоки Они ее снимали Те ее опять ставили А эти опять снимали Потом опять ставили Ну они Что-то это И психанули И все И пиздец Заебались Сраная проволока Блять Я считаю Надо запретить проволоку Ну ладно Окей Проблема создана Абсолютно на ровном месте У республиканцев Не было никакой необходимости Эскалировать ситуацию За исключением того Чтобы в очередной раз Набить Трамп Политических очков Я не согласен с этим Проблема есть Она не создана На ровном месте Блять Быть или нахуй Ты что-то Какую-то Какую-то хуйню несешь Немножко Конечно 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 да Не стоило Из такого раздувать Но тут уже Блять проблема Того что они не могут Нормально договориться И опять же Я считаю это Проблема демократов Которые почему-то Не признают проблему И не могут решить В чем нахуй проблема Я не понимаю Зачем им вообще Эти нелегальные мигранты Зачем они так зацепились За них Блять Ну очевидно Что это вредит Почему они так За это взялись Блять Почему они не могут Просто взять и решить Этот вопрос Блять Почему Сори за мат Но я реально не понимаю Голоса на выборах Какие голоса Какие голоса Блять Это нелегальные мигранты Они не могут голосовать И не смогут еще Кучу лет Пока не получат Гражданство Или вы думаете Им прям на границе Сразу паспорт Американский дают Какие нахуй голоса Типа А ну они смогут Проголосовать Когда станут Гражданами Америки Блять Да не факт Что они в принципе Смогут стать Гражданами Америки А если смогут Это сколько лет Пять Минимум Десять Пятнадцать Да господи Вы что издеваетесь Что ли Хуйня какая-то Полная Вообще абсолютно Голоса можно И другими Способами набирать А не создавая Из этого проблему Целую И наоборот Теряя как раз Такие голоса Что за хуйня вообще Господи Естественно Вся эта ситуация Никак не способна Решение противоречия По вопросу границ Между республиканцами И демократами И лишь усугубляет положение Пакет помощи Украине Напомню Республиканцы Привязали к строительству Стены на границе С Мексикой Хотя Казалось бы Причем здесь Украина К Мексике Иммигрантам Ну при том что Бля При том что Республиканцы Утверждают Что Внутри Америки Есть проблема А деньги Типа Идут В Украину Когда надо Типа Решать проблемы В том числе И здесь В Америке Поэтому Как бы Они предлагают Давайте делать так Мы помогаем И Украине Ну и не забываем Про Америку Бля Поэтому Так как бы Вот и все Что я не понимаю Быти или Ты какой-то Я не знаю Ты хуй не унесешь Какую-то Кремлевская пропаганда Вяжет от восторга Ну тут согласен Это да Они там уже начали Хрюкать Вот Протирать руки В ожидании Соответственно Того что что-то Произойдет Здесь в Америке Леваки Которые голосуют За демократов Топят за мигрантов Ведь они бедни И поэтому Надо помогать Да помогаются Что потом Самим помощь Потребуется Блядь Ну все Вот Касаемо Техаса Вот что происходит Я Очень сильно Сомневаюсь Что будет Что-то прям такое Чего конечно же Ожидают Некоторые пропагандисты В России Нихуя не будет Да Есть напряжение Но оно В скором времени Я думаю Спадет Вот И все решат Договорятся Как это обычно И бывает В Америке Начинается какая-то хуй-та Потом договариваются Все окей Вот Я думаю договорятся Тем более что там А кстати да Жо Байден Вроде как дал 24 часа Вот На то чтобы что Чтобы что Байден дал властям Техаса 24 часа На прекращение Военной операции На границе с Мексикой Требуя разоружить Нацгвардию И немедленно убрать Колючую проволоку С границы Губернатор Техаса Отказался это сделать Вот Некоторые штаты Даже по-моему Калифорния Поддерживают Техас Представляете Хотя Калифорния Вы знаете что это за штат Байден угрожает Что если требования Не будут выполнены Ничего хорошего Не получится Байден Ты че бля Вообще охуел Уже Уже представляю Как Байден Будет обращаться К народу Такой Стоит Остановитесь Губернатор Оклахомы Заявил что отправит Национальную гвардию Штата Для поддержки Техаса Губернатор Оклахомы Также Флорида идет На помощь Техасу Губернатор Флориды Десант Заявил что расширяет Права Нацгвардии Флориды Что позволит Задействовать ее На территории Техаса Короче Флорида Вписалась уже Туда Свою Нацгвардию Может отправить Потом Оклахома Тоже Вписалась Тоже Туда отправит Короче говоря Возможно Опять же Возможно Вот Поэтому Губернатор Губернатор Техаса Заявил что готов К потенциальному конфликту С федеральными Властями США Из-за демонтажа Заграждений Вдоль границ С Мексикой Вот мне интересно Если Техас Провозгласит Независимость Отделиться от США То Это будет Как типа Отдельное государство Свое такое Те кто сейчас Живет на территории Техаса Кем они станут Что Как это Что у них будет Какой паспорт Что блять Техасовцы То есть сейчас они Американцы Останут Блять А американцы Смогут иметь доступ В Техас Как они смогут По паспорту Американскому Или по грин карте Туда заезжать Свободно А те кто сейчас Живет в Техасе Не будучи гражданином А резидентом США То есть имея Грин карту Как я Что с ними будет Их выгонят Или им дадут Возможность Стать гражданами Техаса Потому что они На момент Когда Техас Стал независимым Жили на территории Техаса Или что Вот это вообще Это же пиздец Процесс Он сложный Я не понимаю Как это вообще Буду бомбить 8 лет Ага Да не Никто там Ничего бомбить не будет Если ты работаешь Есть деньги Дадут То есть получается Я сейчас могу Воспользоваться Этой ситуацией Переехать резко В Техас Дождаться Заварушки Переворота И Получить гражданство Техаса Стать Техасовцем Только вот вопрос Где это гражданство Будет котироваться По итогу Будет ли оно Таким же сильным Как Американское гражданство Как паспорт Америки Можно ли будет По техасскому паспорту Поехать в Европу Без визы Поехать Блять В Америку Без визы В Канаду Да вообще Куда-нибудь Что-то мне подсказывает Что Россия будет На стороне Техаса У меня будет без виз Россия